Нужна амбулатория? Отлично. Если нужна, забирайте. Новый ФАП и амбулатория появились в Иволгинском районе. В поселье и внутрселении особенно остро стоял вопрос по нехватке медучреждений. Людям приходилось обследоваться в СУЖе. Пешком туда и обратно идти почти два часа. Остановки общественного транспорта есть только на трассе. В любом случае приходилось добираться до них на своих двоих. Это очень хорошо. Мы очень рады, что построили новую амбулаторию, потому что туда же далеко же было идти вот нам. Я живу по этой улице, вот теперь вообще хорошо. А до этого куда вам приходилось ездить? Ну, в СУЖу ходили, это же далеко же. Но в те годы, как будто бы многие ничего были, ходили, а сейчас далеко. Я проживаю здесь 25 лет. Вот представляете, сколько лет прошло, да, такое огромное село образовалось. И, ну сколько, посещение этого года. Мы ездили в СУЖу. Получается, по трассе, по Иволгинской, да. Но очень было неудобно, да, с присадкой. Давайте по порядку. В поселе ФАП оснащен всем необходимым. Здесь есть процедурный кабинет, комната приема, помещение для хранения лекарств, а также новый инвентарь. Гинекологическое кресло, весы для ребенка, медицинские столы и многое другое. И он будет обслуживать 700 человек, из них 200 детей. Ну, потому что население у нас района постоянно увеличивается, детей очень много становится. Он уже в эксплуатации сейчас? Да, да, да. Что люди говорят, когда приходят? Они очень рады, они этого ждут очень давно. Все спрашивают, когда здесь начнем прием. Ну, здесь будут обслуживать фельдшеры, вот именно для ближайшего участка. А это уже амбулатория, которая находится в нурселении. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, квадратура. Помещение в два раза больше, чем ФАП. То есть 150 квадратных метров. Здесь есть электрическое отопление, что заметно, потому что на улице сейчас минус 15. И что самое, самое важное, это водопровод. Мы за последние годы уже более 80 ФАПов амбулаторий новых построили. В этом году только у нас 8 ФАПов, 4 амбулаторий. Это все для того, чтобы люди могли ближе к дому получить все необходимые помощи и пройти профилактический отсмотр, если вдруг заболели. Но главное, чтобы люди были здоровы. Все это обошлось в 22 миллиона рублей. Отметим, что здания модульные, то есть как конструктор, собираются очень быстро уже из готовых блоков. Их построили всего за полгода по поручению Владимира Путина в рамках нацпроекта здравоохранения. Александр Зуев, Садюна Нанзатова, телекомпания АТВ.